Слово 16 Казах не беспокоится о том, угорны ли Богу его моления. Он делает только то, что делают другие. Встает и падает, молясь. С Богом обходится примерно как с купцом, явившимся за долгом. Это все, что имею. Хочешь – бери. Не хочешь – не из-под земли же я достану тебе скот. Не буду утверждать себя, думая, ломая язык, обучаясь, заботясь об очищении веры. Это все, что знаю. Не браться же за учебу на старости лет. Главное, не попрекнули бы, что не молюсь, а что язык коряв. Не беда. Разве у него язык устроен не так, как у других? Воля, разум и сердце обратились однажды к науке. Чтоб разрешить спор, кто из них важнее. Воля сказала. Эй, наука, ты ведь знаешь, без меня ничто не достигает совершенства. Чтобы познать себя, надо упорно учиться, а без меня этого не сделать. Служить Всевышнему, поклоняясь Ему, не ведая покоя, можно только с моей помощью. Нельзя, если меня нет, добиться в жизни богатства, мастерства, уважения, карьеры. Разве не я, берегая людей от мелких страстей и держу их в узде? Не я ли предостерегая их от греха, зависти, соблазнов? Не я ли помогая им собрать свои силы и в последнюю минуту удержаться на грани пропасти? Как могут спорить со мной эти двое? Разум сказал. Только я способен распознать, какое из твоих слов полезно, а какое пагубно, будь то в земной или загробной жизни. Только мне дано постигнуть твой язык. Без меня не избегнуть зла, не найти выгоды, не постичь знаний. Почему эти двое спорят со мной? На что они годятся без меня? Сердце сказала. Я владыка человеческого тела. Кровь идет из меня, душа обитает во мне. Без меня жизнь немыслима. Я лишаюсь сна, заставляю дворочиться тех, кто лежит в мягкой постели, вынуждаю их думать о бегах, не имеющих крова, мерзнущих и голодающих. По моей воле, младшие почитают взрослых и снисходительных меньше. Но люди не стараются беречь меня в чистоте и от этого страдают сами. Будь я чистым, не стала бы я сделать различия между людьми. Я восторгаюсь добродетели, я восстаю против зла и насилия. Человеколюбие, совесть, милосердие, доброта, все исходит от меня. На что горят эти двое без меня? Как они смеют спорить со мной? Выслушав их, наука ответила. Воля, ты все верно сказала. В тебе еще много достоинств, о которых ты не упомянула. Ничего не достигнет без своего участия. Наверное, в тебе таится и жестокость, равная твоей силе. Ты тверда в служении добру, но и не меньшую твердость проявляешь и в служении к злу. Вот что плохо в тебе. Разум, и ты прав. Без тебя невозможно добиться в жизни чего-либо. Благодаря тебе мы узнаем о Создателе. Посвящены в тайны двух миров, но это не предел от их возможностей. Блоковство и коварство – тоже творение твоих рук. И добрый и злой опирается на тебя. Ты верно служишь и тому, и другому. Вот чем твой изъян. Моя задача – помирить вас. Хорошо быть повелителем и вершителем в этом споре ее сердца. Разум, у тебя множество путей и тропинок. Сердце не может следовать в каждой из них. Но оно не только радуется твоим добрым самостям, но и способствует тебе в них с охотой. Но оно не последует за тобой, если за мысль недобрая, и даже отстранится от тебя с грязливостью. Воля. В тебе много силы и мужества, но и тебя сердце способно удержать. Оно не станет препятствовать в деле его разумным, но в деле ненужным повержаться по рукам. Вам следует объединиться и во всем повиноваться сердцу. Если вы все трое мирно живете в одном человеке, то прахом с его ног можно будет исцелять незрячих. «Не надеясь и согласия, я отдам предпочтение сердцу. Берегите себе человечность. Всевышний судит о нас по этому признаку. Так сказано в Писании». Сказала Молка. Человек должен одеваться скромно, содержать одежду в чистоте, быть опрятным, тратить на одежду Божию, чем позволяют средства, обременять себя из личной заботы о внешности могут только щеголь. Щеголь проявляет себя по-разному. Один ходит в лицо, лелеет усы и бороду, ниже тела, ступает с важностью. То брови скинь, то пальцами стучит, то локоть в сторону оставит. Другой же подчеркнуто небрежно в своем челюстке и старается прослыть. К тому же проститским парнем, как будто нечаянно скользь обронит про лучшего сукуна из своей богатой наряда. Мол, ничего особенного. Усердствует привлекать свое внимание тех, кто стоит выше, вызывает зависть в рамках себе, а среднейших слегок примером за несягаемой изысканности и роскоши. Конем говорят, о чем можно тут жить, имея такого коня и одеваясь, как он. Все это и нелепо, и стыдно. Пусть никто не уничется этой блажью, иначе трудно будет ему вернуть истинный человеческий облик. В слове кирбес вижу ростов со словами кеха и киргена, предостерегающие людей от этих пороков. Человек должен отличаться от других умов, знаниями, вводей совестливостью, хорошим нравом. Думать, что можно возвыситься, иначе может только глупец. Дитя человеческая не рождается на свет разумным, только слушая и совершая, пробуясь на ощупь и на вкус, она начинает познавать разницу между хорошим и плохим. Чем больше видит и слышит дитя, тем больше узнает. Многое можно усвоить, внимая словам разумных людей. Недостаточно обладать разумом, только слушая и запоминая, оставление знающих, избегая пороков, может стать полноценным человеком. Но если человек в постижении мудрых речей неуместно восторгается или наоборот вяло, рассеян, не переспрашивает непонятного, не старается обникнуть в суть сказанного или же не делает для себя никаких выводов, хотя чувствует их справедливость и пользу, что толку от того, что он слушает или не слушает. О чем говорить с человеком, который не знает саму слову? Как сказал один мудрец, лучше простить свинью, которая признает тебя. Все мы знаем, ничто не властно над судьбой. Человеку свойственно чувство пресыщения, оно не возникает по желанию, а определяется судьбой, изведав однажды пресыщения, уже не освободиться от него. Если даже собравшись силами отбросишь его, оно будет настигать и одолевать тебя. Чем только человек не пресыщается, в большей или меньшей мере ему не дойдет все. И да, развлечения, щелетство, пиры, компания, стремление к везти других, женщины, рано или поздно, обнаружив порочность и смысленность всего, он разочаровывается и их одевает. В жизни человека его судьба, так же, как и все, что существует на свете и переменчиво. И ничему живому на земле не донос состояния покоя. Откуда же взять сопоставительство чувств? Испытать пресыщение для него людям умным, которые в жизни стремятся к совершенству, многому знают цельную, разборчивую, способную постичь к ничемности и суетности земного бытия. Постигшим скоротечность и тленность земной радости сама жизнь кажется постойной. Я подумал, блажен тот, кто будет и беспечный.